ребят приветствую вас на канале петрович и сегодня мы приготовим такое классное грузинское блюдо как чешули оно горячее и в принципе я как-то не могу постараюсь показать вам его подают как самостоятельное блюдо пусть в таком виде как она есть но реже с гарниром ребят для приготовления этого простого но очень вкусного грузинского блюда требуется не так что много продуктов это томаты но если нет томатов то можно воспользоваться томатной пастой хмели сунели можно взять ваши любимые приправы соль репчатый лук и говядина можно использовать баранину но не свинину и не курицу поэтому вначале мы сейчас потушим наше мясо я добавил немного воды в эту кастрюлю и выкладываю наше мясо конечно же мясо я предварительно помыл сейчас я в него положу непосредственно приправу и соль мы с вами готовим грузинскую кухню поэтому приправ нужно побольше и чем больше приправ тем она лучше я думаю достаточно также добавляем соль по вкусу тщательно перемешиваем огонь минимальный тщательно перемешиваем огонь минимальный периодически подливаем воду накрываем крышкой для тушения больше вы потратите время на тушение говядины тем оно это блюдо будет вкуснее пока тушится наше мясо я нарежу лук прошло примерно минут 10-15 наше говядина тушится и и сейчас я закинул лук также все тщательно перемешиваю я не стал добавлять чеснок там или же там какой-то острый перец потому что в этих приправах которые я использую все есть все перемешали накрываем крышкой и оставляем тушиться для чего я налил немного воды просто для того чтобы не подгорела кастрюля то есть мы тушим нашу говядину со свежих томатов я снял кожицу мелко порезал и сейчас мы добавим непосредственно в нашу говядину не смотря на то что у моих любимых приправах содержится все необходимое я решил добавить немножко кинзы также все тщательно перемешиваем тушим до готовности то есть именно по состоянию мяса чем она нежнее и мягче тем блюдо готовы то есть если мясо какой-то жестковатой ну как бы следует его немножко подольше потушить огонь мелкий давайте мы продегустируем что же в итоге у нас получилось готовлю его первый раз соус да ладно ребята это реально вкусно серьезно оно просто горячее оно только что с плиты то есть было бы оно сейчас немножко похолоднее я бы умял бы всю эту пиалу давайте мясо это оно и 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 вы не поверите вот что сахтон что вот это это просто вот так вот ребят вот я просто петрович плохого не скажет петровичу еще не понравится я возьму выкину понимаете будь нам будет стоит там тысячу две три я возьму выкину если она будет невкусно я скажу что это невкусно ребят это вкусно это пипец вкусно и и Я не могу передать ощущение, понимаете, это просто бомба, это просто вкусно Девушки, женщины Вы просто обязаны хотя бы один раз приготовить своему парню ребенку мальчику и даже девочку хотя бы один раз хотя бы один раз и парни, мужики должны попросить, чтобы ваша жена приготовила вам вот это вот, хотя бы один раз поверьте, блюдо простое блюдо не дорогое но оно такое бомбически вкусное вы просто не поверите просто, это просто бомба я сам не ожидал вот реально да, я в восторге вот реально, я в восторге потому что ну, я так мясо еще никогда не готовил вот реально вот честно скажу буду это готовить? да, буду реально буду потому что это вкусно но я на мясе просто разорюсь потому что вот порция, которую я готовил в этой вот кастрюльке там где-то 300 грамм мяса мне вышло где-то чуть меньше 200 рублей там 170 ну, что-то вот так вот там парцией там было мясо там говядина стоил гуляш ну, мясо для гуляша стоило ну, 400 там или сколько там ну, около того короче там то ли меньше то ли больше там плюс-минус там рублей 20 я уж не помню точно три помидора специи ну, что еще там соль и все можно положить чеснок но в специях он уже был и морковку ничего не надо можно обойтись я же говорю уж там обычный там хмели-суныли там раз накидали вот ребят ну, с кинзой вкуснее будет вот серьезно говорю чем с петрушкой вот реально потому что как бы это знаете как есть пелемени есть равиоли и так далее понимаете то есть если мы готовим именно грузинское блюдо то нужна кинза вот вот и все не будет кинзы как бы будет петрушка но это будет чуть-чуть другое блюдо поверьте но вы же кинзу не едите вживую как бы если она вам не нравится но вот именно в тушеном виде как бы это просто бомба понимаете она уже подостыла я хочу есть и есть это блюдо падет стоит было бы невкусно не стоял бы вот так вот как бы Ребят, жевал бы и жевал Просто Мясо нежное Оно проваливается Но оно настолько пропитано Вот этим вот соусом В котором оно тушилось Понимаете? Друзья, я не могу передать Это надо просто почувствовать Это реально вкусно Я продолжу Эксперименты с кавказской кухней Будет армянская, грузинская, азербайджанская И так далее Конечно же И русская, наша славянская Конечно, однозначно Все будет Именно по возможности И так далее Я буду выбирать именно простые рецепты Не то, что там Как многие кулинарные каналы Там замутят Там продуктов надо, блядь На целую тысячу рублей Образом говоря И вы думаете Да, посмотреть прикольно Как бы, но приготовить Как бы нет Я буду готовить Именно простую кухню Для вас Которая будет именно вкусная Которая будет именно доступная Понимаете? Именно для этого Я создавал свой канал Петрович Он назывался И готовить просто И там Как он только не назывался Понимаете? Но Моя кухня Именно для простых Скажем так Как нас С вами У кого Мало денежек Но мы Любим Вкусно покушать Кто досмотрел до конца Тому Вот такой вот Респект И лайк Подписывайтесь На канал Петрович Я всегда буду с вами Ставьте лайки Ставьте Комментарии Пишите комментарии Блядь Реально вкусно Субтитры сделал DimaTorzok